По поводу джеба все вариации, то есть джеб переводится как тычок, соответственно угол чуть снизу, чуть сбоку это все будет тычок, но воспринимается чаще всего джеб это удар ведущий рукой, соответственно кроме кулака мы можем использовать на данной дистанции пальцы глаза, горло, вариант лапа леопарда, лицо, горло, это тоже будет Если чуть ближе, кроме фонтальной части, основанием, вот карандаш, короткое лезвие торчит, обратный отхват, тот же вариант джеб, если дистанция нам показалась чуть ближе, тот же джеб мы уже бросим предплечья, с другого действия, чуть дальше, с ладошкой и такой, и такой, Взрывбокно-трючковая дистанция, это все джеб, как мы уже рассмотрели, мы можем защищаться следующим движением, то же самое я могу наносить джеб по рукам, как мы уже говорили, можно мешать, манипулировать противника, если он совершенно перекрыт, мы можем использовать вариант зацепа, то есть бросаем по прямой, на возврат зацепить, Даже в перчатках, это вполне возможно, так что мы бросили как джеб и перешли дальше, если надо сбить руку, не от себя, либо к себе, а таким же режущим движением, раскрываем противника Если говорим о вариантов оружия, короткая палка, чуть снизу, чуть сбоку, короткий щелчок, в варианте дзюкин-дош, такового боя, это будет джеб ведущий, будет передняя рука, вторая поддержка, акцент на переднюю руку Если говорим о двухлучных хватах, то же самое, передняя рука, короткий щелчок, верхний уровень, нижний уровень, левая, выход на укол, передняя, вторая, задает только уровень и угол присоединения, это все джеб Продолжение следует...